Вот мы идем по обычной Мексиканской улице. Она довольно привличная здесь, в отличие от тех уголков, к которым я еще чуть попозже зайдем. У каждого вот такие домики. Многие из них заброшенные почему-то. Практически у всех машины. Прямо скажем, не новые в большинстве. Но машинка есть. Человек куда-то ездит. В основном причина этого заключается в том, что с общественным транспортом тут все не так же хорошо. Так. Почему-то вот здесь такие переулочки. Они называются Привада. Я точно не знаю, что это значит. Но Привада это вообще частная. Неужели это частная улица? Не пойму. Давайте повернем туда. Вообще, надо было бы мне, конечно, посмотреть в карту. Это вполне может оказаться тупичком. Но пройдемся для хорошего видео. Вот, кстати, вот эта вот машина. Обратите внимание. Это самая популярная машина в Мексике. Не так давно Volkswagen, по-моему, это, да, вот, прекратила выпуск. Так, мы зашли в тупик. Там нам нечего делать. Прекратила выпуск этой машины. Торжественно. Выпустили последний экземпляр. А она прямо какая-то культовая в Мексике. Вот. Идем. Хотя сейчас ее не так часто встретишь. Но практически на любой улице обязательно есть пара таких машин. Так. Похоже, я все-таки свернул не туда. Потому что... Потому что... Я здесь не был. Ничего страшного. Проведемся еще раз. Такие домики на фоне гор. Там живут люди со своими проблемами. Вечерами вот можно выйти покачаться на кресле-качалке. Огромное количество магазинчиков. Кто-то меня спрашивал насчет того, нельзя ли здесь открыть какое-нибудь заведение для пропитания окружающих. Я думаю, что это нереально. Смотрите, какое количество всяких такасов. Так. Улица кооперативного движения. Вот так. Кооперативизма какого-то. Да, в общем, на каждом углу такасы, маленькие магазинчики. Вот еще один жук. И тому подобное заведение. Все, мне кажется, это связано с тем, что у людей здесь в основном в собственности вот такие домики. Микроскопические. Но даже если этот домик микроскопический, он все равно выходит на улицу. И ты можешь устроить вот здесь прям какую-нибудь торговую лавочку. Микроскопическую и продавать там свои такие же микроскопические товары. Я не знаю, как они решают проблему с конкуренцией в такой ситуации. Куда идти, я не знаю. Иду просто примерно, в примерном направлении. Потому что сейчас не могу посмотреть карту. А вот это вот замечательное изобретение, мне кажется. Обратите внимание, что такое у нас на заборчике. Что это? Это бутылки, побитые стеклами вверх. Чтобы другим было неповадно забираться в наше замечательное жилье. Или я уж не знаю, что там находится. У кого-то есть такие приличные дома. Смотрите, да? И потихонько. Там наверху что-то устроено. Кто-то себе поставил вон такие туи. Вон, какие парисы. Некоторые высаживают цветочки. Видите, здесь семейство какое-то живет, видимо. Кресла стоят. Парковка запрещена. Будем знать, если что. Там вон магазинчик. Смотрите, вот такой небольшой район. Так, улица без выхода. Тупикными словами туда написано. А мы все равно идем. Ну, мы же с вами повсюду пройдем. Мигель-Вердуску. Вердуску. Да, вот, несмотря на то, что в таком моменте... Так, вот посмотрите на это чудо. Вот, очевидно, жук. На, вот, по-черкому. На улицах растут какие-то деревья. Так, по листикам, похожие на плодовые. Что-то, типа, персик. Никаких плодов, я на них не видел никогда. Может быть, не сезон. А, может быть, это просто декоративный. Что вот в этих бочках находится? Сунем туда нос. В бочках мусор. Понятно. Детишки идут. Детишки, привет. Детишки. Вот, пожалуйста. Видите? На первом этаже взяли, устроили магазинчик. Заходите, кто хотите. Тут детская площадка. Боно здесь. За надежным забором. Чем там будут дети заниматься? Травы никакой нет. Один песок. Разломанные качели. Наверное, какой-нибудь детский сад. Тут их, кстати, много. Достаточно детских садов. Я думаю, на этом можно закончить пока. Обзор этой части города. Самая главная причина окончания обзора заключается в том, что мне надо смотреть карту. Иначе я окончательно заблужусь.